Новый год закончился, а сюрпризы еще нет. Предприниматель преподнес воспитанникам детского дома номер 2 тонну мандаринов. Говорит, сделать подарок хотел давно, но не решался. А теперь уверен, такие безвозмездные поставки фруктов станут традицией. Я вот в самом первый раз в детском доме, я приятно удивлен. Все красиво, такие дети все добрые, отзывчивые. Очень радостно в душе было сделать подарок. И очень хотелось бы, чтобы другие поставщики, как и мы, делали такие подарки. На этот фрукт выбор пал не случайно. В пору простуд витамин С придется как раз кстати. Для профилактики гриппа достаточно двух мандаринов в день. Тонна на 70 воспитанников уже много. Руководство решило фруктами поделиться с другим детским домом. Эти фрукты, они содержат наибольшее количество витамина С, аскорбиновой кислоты. И конечно они необходимы в данный момент, когда очень много заболевших, очень много требуется организму в большом количестве витамин С для поддержания сил, для того, чтобы организм боролся с инфекцией. Самое приятное в этих фруктах даже не витамины, а эффект неожиданности. Подарками детей балуют в основном в праздничные дни. Какие любимые фрукты у тебя? У меня банан и киви. А мандарины будешь кушать? Да, обязательно. Мне же этот С, как он там называется, витамин С. Вам целую тонну подарили, сколько планируешь съесть? Все. Большое вам спасибо. Делиться тем, чего хватает с лихвой, несложно. А если делать это без повода, то взамен можно получить гораздо больше. Наталья Ладудька, Александр Каноненко, Панорама.